Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как меняется ситуация с наркотиками в Самаре и как в УФСКН работают с обращениями граждан? В нашей студии начальник отдела УФСКН по Самарской области Николай Мажанов. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, заинтересована Ваша служба взаимодействию с жителями и в чем этот интерес? Наша служба не просто задействована, а очень интересована, я считаю, взаимодействию и с жителями, и с гражданским обществом в целом, и с различными структурами формальными и неформальными в целях борьбы с наркоманией, с наркобизнесом. И это одно из важнейших направлений нашей работы. А по каким каналам Вы получаете информацию? От жителей, от гражданского общества? Ну, каналов у нас много. Это обычная почта приходит. Это, значит, по интернету. Это по телефону доверия, в том числе и по факсу. Потому что у нас на телефон доверия стоит факс, то есть можно и по факсу прислать. Это и, значит, у нас висит на входе управления ящик, куда можно бросить обращение. Значит, это и в ходе личного приема. Как устные, так и письменные тоже могут обратиться люди и с какими-то предложениями, заявлениями, жалобами и так далее. Понятно. А вот Вы можете проследить тенденцию? В последнее время таких обращений стало больше или нет? Потому что всегда существует такое настороженное отношение к сообщению вот такой информации про наркоманов, наркотики, наркопритоны. Вот мне хочется узнать, действительно ли для людей существует какая-то опасность, когда вот они дают такую информацию? Или это все вот на каком-то таком уровне слухов или каких-то вот рассказов? В чем дело? Ну, это больше, так сказать, может быть, связано с психологией человека. В принципе, опасности в данном случае нет, потому что мы не разглашаем от кого и каким образом мы получаем информацию. Это является, ну, служебной тайной. Поэтому бояться в данном случае людям, я считаю, абсолютно нечего. Ну, вот я могу привести к примеру. За пять лет в 2009 году у нас было 742 обращения, то в 2014 году у нас было 2800 с лишним. То есть рост, видите, в 3,5-4 раза. То есть люди обращаются. Хотя, честно говоря, конечно, большая часть, большая часть это анонимные обращения. Но, тем не менее, и анонимные обращения мы тоже рассматриваем. Ну, вот сейчас я по телефону доверия могу привести примерно эту цифру, что порядка 10-15% только люди называют себя, дают свой телефон и готовы сотрудничать с нами. Значит, вот в результате что-то существует, потому что даже если сообщают, то не оставляют свои конкретные адреса и фамилии. Ну, тут много нюансов, понимаете. Дело в том, что есть люди, кто-то боится. А есть люди, которые, может быть, ну, хотят свести счеты, так скажем, по-русски. А бывает такое, что анонимные вот эти вот всякие звонки не подтверждаются? Ваши специалисты выезжают на место, проверяют. А оказывается, что ничего там нет. Такое бывает? Порядка 50% обращений не подтверждается. Да, вот это, да. Порядка 50% это, ну, по нашим примерам, вот за этим мы считали, порядка 50% не подтверждается. Либо подтверждается в какой-то части, частично. У вас же есть у специалистов наркоконтроля обязанности и правила, да, такие, в каком случае вы можете сказать, что действительно подтверждаются факты употребления наркотиков там и так далее, да? И я слышала, что с этого года в связи с новым законодательством произошли какие-то изменения. И вам, по-моему, даже стало сложнее работать в этом отношении. Вот вы с чем должны? Вы же не просто вот выйдете на место, пойдете, посмотрите, постучитесь там, да, да, нет, нет. У вас какие-то свои правила работы вот с такими, с отработкой сигналов таких? Наши сотрудники работают на основании закона об оперативной деятельности, в принципе, ну, раскрывать я, к сожалению, не могу, это вопросы профессиональные и так далее, не для широкого обсуждения по телевидению. Вот, но есть закон, наши сотрудники работают на основании этого закона. То есть различными методами, как гласные, так и негласные, выявляется информация и тогда уже определяется, насколько эта информация содержит в себе какие-то реальные факты, либо это просто, может быть, ну, так скажем, бывает, особенно весно-осенью, много... Обострений. Да, проблем. Почему? Потому что люди пишут и пишут. У нас вот только с одним гражданином по Сызрани уже порядка 300 листов переписки. Он пишет и пишет, пишет и пишет, мы ответ отвечаем, отвечаем. Мы обязаны отвечать. Обязаны. Мы работаем на основании закона, в основании закона 59-го 2006 года, поэтому... Понятно. Я знаете, почему спросила? Просто есть, вот опять же так рассказывать, что дают сигнал, приезжает там служба, оперативники. Ну, в свое время никто, может быть, и не видит, когда они там следят. Но те, кто дает этот сигнал, следят за развитием событий и видят, что наркопритон как был, так и есть. И люди возмущаются. И что такое? Нет реакции или что? Или существуют какие-то временные рамки, когда вы обязаны отреагировать? Или вы чего-то ждете? Вот в этом как разобраться? Нет, реакция есть однозначно и обязательно. Рекция есть. Просто не всегда это видно, во-первых. Во-вторых, если говорить о притонах, то туда наши должны зайти несколько раз, в этот притон. Задокументировать все. Мы же не работаем на основании законов. Мы не можем просто прийти, и как некоторые считают, что прийти и забить досками там двери, и все. Мы не можем этого сделать. У нас есть закон. Если уже мы начнем нарушать закон, то дальше уже куда катиться? Поэтому мы действуем на основании законов. И, к сожалению, зачастую после первого суда граждан, которые содержат наркопритоны, как правило, дают условный срок. То есть он выходит из тюрьмы с условным сроком. То есть он продолжает дальше заниматься. И только на второй раз мы его сможем посадить уже реально. Дать реальный срок. Не мы, вернее, а суд, естественно, дает сок. Не мы, а можно уже. Плюс мы должны все это задокументировать. И все. Почему? Потому что адвокаты тоже работают на их стороне. Поэтому мы должны все четко, грамотно, с правой точки зрения, представить суду. Чтобы суд мог... Пока у вас не будет доказательной базы какой-то, да, вы не можете... Конечно. Без доказательной базы мы не можем человека привлечь. Причем законодательная база должна быть, как вот сказал профессор Пребреженский в фильме, железная доказательная база. Да, да, да. Понятно. А вот если проанализировать все звонки на телефон доверия, каких звонков больше, что сообщают люди, что их больше всего волнует? Ну, больше всего, вернее, и основная масса, это, естественно, по наркозбыту. Либо там, что говорят, что там торгуют наркотиками, либо там содержат притон, или просто, допустим, валяются шприцы какие-то, ходят подавительные личности. Мы тоже все это дело проверяем. Вот это вот можно тоже сообщать, да, если шприцы? Это, конечно, сообщается всегда, и мы проверяем, несмотря на то, что анонимные обращения, хотя по закону мы анонимные не должны проверять, но тем не менее мы все проверяем. Все звонки, все обращения письменные, анонимные, все проверяются. Сто процентов. И если человек подписывается или там дает какие-то координаты, ну, по закону, естественно, то мы даем ответ. Письменный ответ получает гражданин, что проверено, если он оставляет свои координаты. Да, если он оставляет свои координаты. Ну, опять же, в этом 59-м законе все четко прописано. Вот, поэтому, если есть данные, что гражданин, вот такой-то гражданин, написал нам, проживает там, ну, адрес его, мы даем письменный ответ. Мы даем даже и ответы, если человек обращается к нам, допустим, по интернету тоже, по электронной почте, он присылает нам, если есть там ответ, то есть, его хотя бы фамилия, ну, данные его, и, значит, почтовещек, куда мы, мы им отправляем, как правило, ответ. Вот еще такая информация, которая доступна буквально всем. Вот идешь, да, вот эти вот номера, где продают там спайсы или какие-то знаки, ну, может, не все посвящены, что, а кто вот заинтересован, они вот это как-то видят. Вы на такую информацию реагируете? Вам такое сообщают? Обязательно сообщают, значит, и граждане сообщают, и администрация города, потому что, значит, в администрации города есть телефон в департаменте по безопасности 337, 36, 26, на который тоже люди звонят и сообщают, вот там, допустим, по сне наркотиков, по тому, что написано, а телефон или там адрес, где можно спайс купить, они, соответственно, нам присылают всю эту информацию, естественно, всю эту информацию проверяется. Я вот никогда не понимала, как могут люди такие открытые телефоны оставлять? Ведь это же понятно, что можно позвонить и тут же всех их схватить вместе с этими спайсами. Ну, дело в том, что иногда это просто разводка для тех, кто хочет получить, ну, люди хотят заработать. А, лишь бы деньги им отправили, а там неизвестно, что будет. Там еще не факт, что там будут наркотики, просто человек звонит, и поэтому телефон у него снимается определенный, у другого человека, который звонит, снимается с телефона деньги. Такое тоже может быть. Понятно. А как поступают с наркозависимыми, вот, их арестовывают? Потому что понятно, что, конечно, люди бывают в разном состоянии, но часто, если человек уже употребляет длительное время наркотики, то у него, конечно, состояние здоровья уже пошатнулось, так скажем. Вот с ними, какие меры к ним принимаются? Нет, ну, по закону мы не можем арестовать там наркозависимыми, если только за то, что он употребляет наркотики, и, как правило, там административная ответственность наступает. Вот. И сейчас, вот, с прошлого года, согласно 313-го фирменного закона, значит, суды накладывают еще обязательство на данного гражданина пройти лечение. То есть он должен явиться в наркодиспансер, посылаются документы к нам, для того, чтобы мы отслеживали, и в наркодиспансер, чтобы они, придет, допустим, такой-то гражданин, и они должны его принять там, обследовать, и при необходимости назначить какое-то лечение. А вот для этого гражданина это принудительно? В принудительном порядке? Или он скажет, да не хочу я лечиться, и мне это не надо, мне лучше так. А принудить-то мы не можем, конечно, человека, если человек не хочет, он, в принципе, вылечить-то его вряд ли получится. Но такую возможность вы предлагаете, предоставляете? Да, ему предоставляется такая возможность, значит, законом предусмотрено, такая возможность для того, чтобы человек прошел лечение, прошел реабилитацию, значит, и по возможности стал полноправным, полноценным гражданином и наше общество. Да, вот у меня всегда, вот когда приходят в студию специалисты из вашей службы, почему-то, вспоминая выражение, бывших наркоманов не бывает. Вот из вашей практики, вот вы как можете подтвердить его или опровергнуть? Потому что вся эта борьба с наркотиками, да, вот, да, людей там вытаскивают, лечат, а при такой вот аксиоме, что бывших наркоманов не бывает, как же тогда жить и надеяться? Я не нарколог, не могу сказать, это больше, наверное, вопрос к наркологу, но тем не менее, да, большинство, конечно, это уже люди, как правило, кто попадает на иглу, садится или серьезно наркотики употребляет, тот уже с него слезть, это очень сложно. Даже стадия ремиссии может наступить, но насколько это длительные процессы, насколько он, это сложно сказать. Почему, что тут и физическая зависимость, и психологическая зависимость, человек слаб. Да, да, да. Ну вот показывали месяца три назад, да, вот эти сюжеты, которые облетели всю страну, когда вот молодые люди буквально гибли, причем от каких-то легких, вот, как говорили, наркотиков. Может быть, у вас есть какая-то информация в Самаре сегодня вот по этому поводу? И что вы можете сказать и самим молодым людям, подросткам, может, родителям вот какую-то важную информацию донести? Потому что, конечно, вот вопросы пропаганды, информации, наверное, никуда от них не денешься. У нас в конце прошлого года, в начале этого года, мы изъяли почти 1,21 килограмм от этих так называемых психотропных веществ, пальцев и так далее. То есть это большой объем, то есть, соответственно, наркоманы не получат это зелье, так скажем. Вот. Ну а родители, мне могут сказать, обращайте внимание на своих детей, на их поведение, на их внешность, на их запросы, потребности и так далее. И если вам это не безразлично, то вы увидите всегда какие-то отклонения. И, ну, наша служба, в общем-то, не занимается лечением. Мы лечим уже другими способами. Ну, всегда, как говорится, легче предупредить. Да, есть наркодиспансеры, туда можно обратиться, специалисты есть, которые могут это самое. Значит, и если известно, откуда получает человек наркотики, значит, это уже к нам вопрос. То есть, пожалуйста, можно позвонить, направить по электронной почте, можно позвонить, если не хотите нам, можно позвонить и в прокуратуру области, можно позвонить и, допустим, в ГУМВД по Самарской области. То есть, в принципе, и они тоже самое примут. Скажите, а вот эти сообщения, они на автоответчик записываются? Или сидит реально специалист, который общается и может что-то подсказать? У нас есть телефон доверия, там сидит сотрудник, но если даже нет, там автоответчик, он запишет. То есть, можно и так, и так. Можно и так, конечно. Понятно. Еще, вот мы уже начали говорить про вот эти синтетические наркотики. Вот методы, наверное, становятся все более изощренными. Вот недавно в прессе прозвучало такое, что даже после употребления каких-то даже пищевых продуктов, какие-то вот вещества, нарковещества обнаруживаются. Я хочу продолжить потом развить эту тему, но сначала предложить телезрителям посмотреть сюжет о таких методах, и мы продолжим разговор. Вы при чем что-либо при себе имеете? Ну, так, наркотики есть, по-моему. Какие? Точно не знаю. Откуда у вас эта коробка с наркотиками? Мне, я говорю, брат ее дал, я понес. По-моему, надо ее было отвезти на почту и отправить кому-то. Именно посредством почты и транспортных перевозок на протяжении почти года четверо молодых людей отправляли синтетический концентрат для приготовления курительных смесей в разные регионы России. В ходе наблюдения за ОПГ за месяц оперативники изъяли четыре посылки с девятью килограммами наркотика. На территории Самары его передавали потребителям также бесконтактным способом путем закладок. Сначала они занимались просто закладками, тайниками. То есть создавали тайники, закладывали. Потом решили создать свою группу и заниматься самостоятельно. Взяли кредит в банке два миллиона. За месяц этот кредит у них, они его вернули. Доход от преступной деятельности пока не установлен. Известно, что расфасовывали наркотик на съемной квартире, на которую у студентов также хватало денег. Об опасности товара, которым торгуют, юные наркодилеры знали. Маска для чего вам? Ну, чтобы у нас не попадало. Ну, чтобы никакого эффекта отрицательного не было. То есть вызывает привыкание? Не знаю, ну что. Как бы самому это употреблять. В общей сложности у задержанных изъяли более 20 килограммов наркотиков. Его оптовая цена более 43 миллионов рублей. Сейчас трое из них находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Всем задержанным грозит длительный тюремный срок. Да, суммы озвучиваются, конечно, нереальные. Это какие-то миллионы-миллионы. И при том, что абсолютно совершенно молодые люди этим занимаются и не боятся такой ответственности. Мы все знаем, что ответственность очень такая серьезная за наркоторговлю. Вот эту тему хотелось бы развить, наркотики и молодежь. Действительно ли существует мнение, что в основном наркоманы – это молодые люди? Вот это как-то из вашей практики опровергается, подтверждается? Или что происходит? Потому что те же, кто начинал молодыми, наверное, они уже сейчас и не так уж и молоды. Ну, как правило, жизнь наркомана, она достаточно короткая. И, как правило, такие люди долго не живут. Поэтому среди наркоманов может быть не так много пожилых людей, потому что они просто не доживают до такого возраста. Потому что эти вещества очень пагубно сказываются на здоровье человека. Вот, в частности, у нас несколько лет назад была борьба с так называемым крокодилом. То есть дезаморфин варили из лекарственных средств. До того момента, когда они запретили свободную продажу лекарственных средств, среди наркотики. Вот там, действительно, люди за несколько лет сгнивали практически. Были такие случаи, когда некоторые даже вот, мне рассказывали наши дознаватели, то же самое, они дело вели-вели. Но, к сожалению, даже не довели до конца дела, потому что человек умер просто. Сгнил женщина. Молодая женщина, она просто, у нее все сгнило, внутренности сгнили практически. Да, да, да. Вот хотелось бы еще подтверждение от вас услышать. Такой информацией, что вот в последнее время говорили, что даже вот детям предлагают Типа жевательных резинок с содержанием нарковеществ внутри. И происходит очень быстрое привыкание вот к таким вот, ну, типа вот каким-то, ну, мятные или какие-то там вот. И вот что нам всем делать, если до этого уже дошло? Вот как себя обезопасить? Ну, не будешь же каждую булочку там, жевательную резинку проверять и так далее. Вот что вообще делать? Просто нужно смотреть, кто дает и для чего дает. Вот если нельзя человек дает, естественно, что лучше, может быть, отказаться. И ребенку сказать, что давай я тебе лучше куплю в нормальном месте, в нормальном магазине. А в школах вот не всегда же мама, родители там с ребенком. То есть объяснять? Объяснять надо человеку, ребенку в том числе, объяснять, что не надо брать у чужого дяди или у чужого мальчика ничего. Я тебе куплю лучше сама. В магазине, в хорошем магазине хорошую, допустим, жвачку, хорошие конфеты. Почему? Потому что действительно есть вещества, которые быстро разлагают человек. Тоже те же спайсы, они очень сильно действуют и очень быстро человек привыкает. И потом... Вот не зря в Кировской области и в других было... У нас, к счастью, такого массового не было смертей. Но, тем не менее, мы стараемся бороться, но, тем не менее, гарантии, естественно, никто дать не может, что к нам не завезут такую гадость. Поэтому нужно все-таки приучать своих детей к осторожности. Да, потому что, если уж речь идет о младшем школьном возрасте, ну, это уже когда начинают... А вообще, какие акции эффективны антинаркотические для молодежи, на ваш взгляд, как специалистов? Ну, вот, считаю, что, в принципе, и президент наш правильно говорит, что надо привлекать молодежь к спорту, к активной жизненной позиции. И вот эти вот спортивные мероприятия, они очень помогают отвлекать молодежь. Потому что, когда человек занят, нагрузка у него, это все отвлекает. В первую очередь, начинают употреблять от чего? От безделия, от того, что ему нечем заняться, что ему скучно. Что хочется попробовать, что человек, человека берут-то слабо. А ты попробуй, вот слабо тебе. Ну, такие вот... Вот поэтому нужно работать с этим самым. И вот, в частности, я хотел бы сказать, что у нас 16 марта начинается акция сообщить, где торгуют смертью. Вот то же самое. Это те же возможности? Вот какие возможности сообщить? Сообщить, что где-то там кто-то распространяет наркотики. А возможно, вот по каким каналам, опять же? Опять же, по телефону. Вот нет, вот это акция, да, вот, а как людям сориентироваться? Акция проводится? По телефону, значит, по электронной почте. Можно прислать писи, ну, в писином виде к нам, например. Вот сейчас, если вот такие, значит, стикеры размещаются в транспорте. Даже я вот у вас ехал сюда сейчас на лифте. Даже у вас в лифте висит, ну, он не такой немножко, то же самое. Сообщить, где торгуют наркотики. И телефон, наш телефон доверия. То есть, пожалуйста, и в транспорте то же самое. Во многих я вот сам лично наблюдал картину, что в транспорте висят. Ну, это студенты, добровольцы наших отрядов, значит, они расклеивали в транспорте такие стикеры, чтобы люди могли увидеть, запомнить телефон и, если надо, позвонить. Ну, да, да, телефон не такой уж сложный. Кстати, в течение нашего эфира он выходит бегущей строкой, поэтому можете обращаться. Вот так как вы представитель ФСК, не могу у вас опять тоже не уточнить такую информацию. Вы недавно говорили о том, что вашу службу якобы ликвидируют или что-то как-то, ну, не реформируют, а вот именно, что куда-то присоединят. Вот ничего пока такого не произошло? Ну, знаете, говоря словами, как в Одессе говорят, не дождетесь. Или не дождутся. Это происки тех, против кого мы работаем. Им, естественно, что невыгодно, что наша служба работает. Работа, в общем-то, достаточно эффективна. Об этом уже неоднократно говорилось, даже приводились данные, что, в принципе, основные все, значит, каналы наркозбыта перекрываем все-таки мы, большую часть, наша служба. Хотя работают и ФСБ в этом направлении, и МВД, и таможен, и так далее. То есть много работают. Да, это вклад вносит все. Каждый свою лепту вносит. Но большая часть все-таки каналов перекрывается нашими сотрудниками. Основные такие крупные поставки. Ну, такое, конечно, очень жесткое взаимодействие идет вот сегодня, да, потому что очень большие деньги. Вот специфика вашей работы какая все-таки? Как можно в таком вот противовесе с преступным миром работать и строить свою работу? Ну, во-первых, это поддержка все-таки нашего руководства страны, руководства страны, которые понимают всю важность и сложность нашей работы. Это, в принципе, и поддержка, в общем-то, и местных руководителей. У нас, в частности, в области есть наркотическая комиссия областная, во главе которой стоит губернатор. В каждом районе есть такая антинаркотическая комиссия, которая тоже самое рассматривает на уровне районов эти вопросы, решает. И помогает, ну, и, оказывается, мы взаимодействуем с ними вместе. И, как правило, наши сотрудники, у нас, в частности, исполняющий областный начальник управления является заместителем председателя этой областной антинаркотической комиссии, то есть заместителем губернатора в этой части. Ну, и в районах тоже самое. У нас есть международные отделы, в частности, вот Сынзрани, есть отделы по городу Тольятт, там, так далее. То есть там в их комиссиях, значит, наши начальники международных отделов, они являются заместителями тех. Там, как правило, глава района является представителем комиссии, значит, наши отцы. И, естественно, от них и поддержка, и помощь, и мы взаимодействуем. Честно, если, допустим, вот, когда у нас проходит операция, к примеру, МАК, то есть когда идет борьба с, допустим, с коноплей, то есть это в летний период, там, с посадками коноплей и так далее, то есть мы привлекаем этих... Волонтеров? Ну, и волонтеров, в принципе, привлекаем и власти, то же самое для борьбы с этим злом, то есть потому что мы сами не можем, допустим, скосить это. То есть привлекается, там, техника угоняется на поле, там, перекашивается, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, и, в принципе, и непредалечные люди, и студенческие отряды действуют тоже в самом этом направлении. То есть вы не только с жителями контактируете, взаимодействуете, но еще с властью? Естественно, я говорил, что, да, мы по всем направлениям у нас налажены достаточно, я считаю, хорошие взаимоотношения и с властными структурами всеми, и с нашими коллегами из ФСБ, с МВД, с таможней и так далее. То есть со всеми у нас наложены контакты, со всеми мы взаимодействуем достаточно плотно, вот, и плотворно, так скажем. Да. Скажите, пожалуйста, а вы как пришли вот в эту службу? Всегда интересно, как человек выбирает такой путь, потому что, кажется, ну, не совсем легкий, да, и вот именно вот мне всегда казалось, что вот работать именно вот с преступниками, это очень сложно, и морально тоже. Ну, это достаточно сложно. Я вообще закончил военное училище, 20 лет ослужил в армии, но потом у нас, значит, проживая в Рочинском, в частности, когда у нас сокращали в 90-х годах, ну, пришлось выбирать дорогу. Меня пригласили в МВД. Я работал в ГУВД области, 5,5 лет. Ну, а затем, когда вот создавали в 2003 году эту службу, меня пригласили туда. И вот с 2003 года я работаю в аркоконтроле. Понятно. И конкретно с обращениями граждан. Вот хотелось бы, чтобы вы еще раз рассказали о каналах. Вот сегодня очень многие структуры федеральные используют интернет. Вот через интернет в вашей службе что можно узнать, какую информацию? Есть ли временные рамки, когда вы отвечаете на эту информацию, на какие-то запросы? Вот что можно через интернет в вашей службе? У нас есть свой сайт. Есть сайт ФСКН России, в частности. Есть сайт нашего управления. Пожалуйста, там есть, там можно задавать вопросы, можно посмотреть информацию о нашей работе там и так далее. Вот. Можно, говорю, задать вопросы, мы будем отвечать на них. То есть, в любом случае, мы по закону, опять же, этому, обращаясь к федеральному закону 59 ФСЗ, значит, в течение месяца мы должны дать ответ. Если, кажется, человек неанонимно нам направляется запрос. Нанонимные запросы мы не отвечаем, тем более, мы не знаем, куда отвечать и как. К частности, еще, кроме вот этих каналов, которые я уже озвучил раньше, у нас раз в полугодие мы проводим прием в приемный президента, который у нас в администрации Самарской области есть, третий подъезд, так называемый, там у нас проводится прием. Вот, в частности, у нас в апреле месяц этого года запланирован тоже прием. Пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте, когда прием. Если есть необходимость такая, можно прийти и сообщить. Кроме того, значит, сейчас у нас уже два года подряд проводится по инициативе администрации президента единый день приема граждан 12 декабря. То же самое, 12 декабря можно прийти к нам. И приходили к нам, вот в частности, в прошлом году люди. Там не только к нам, бывает, что приходят, к меру, в другую какую-то организацию, администрацию области, к меру, могут прийти. И если это вопрос наш, они соединят с нами по видеоконференц-связи или по телефонной связи. И, значит, мы будем работать уже. А вот как вам кажется, лично приходить? Вот есть же у вас, вы сказали, что можно лично приходить. Вот в каких случаях лично? Потому что есть разные возможности. Можете позвонить через интернет. А вот лично, когда нужно идти? Вот посоветуете, если лично. Сам человек решает. Сам человек должен решить. Я тут сложно посоветовать. Просто многие, как правило, рвутся на прием к начальнику. Соедините, дайте мне начальник управления. Но не всегда начальник управления эти вопросы может решить. Тем более, что он все равно вынужден будет подключать других сотрудников, те, которые будут работать с конкретным обращением. Поэтому, ну, это опять же, я уже, как правило, разруливаю эту ситуацию. То есть, значит, мы уже направляем куда? Либо, допустим, к начальнику оперативной службы, либо к начальнику следствия, которые уже будут решать конкретно, с конкретным человеком конкретные вопросы. В зависимости от ситуации. Да, в зависимости от ситуации. А просто лишь бы прорваться к начальнику управления, считаю, ну, это не совсем... Если необходимость есть, он готов принять и ответить на все вопросы, опять же. Но все равно работать будут люди. Понятно, да, да, да. А вообще, вот начальник управления, он как часто принимает? Вы в курсе? У нас есть график, опять же, в управлении, если кого заинтересует, у нас, как заходишь, сразу в фойе висит доска объявлений, то есть там график. Еженедельно у нас каждый день с 14 часов проводится прием граждан. Пожалуйста, там можно обращаться. Единственное, что, допустим, начальник управления с понедельника, там, ну, и заместители каждого свой день, там, вторник, среда. То есть в понедельник, в понедельницу можно обратиться. Спасибо, что мы выяснили возможности, которые существуют для жителей, вот, сообщить информацию секретную и всякую, довести, да, и на личном приеме даже. Спасибо за то, что пришли в эфир. Всего хорошего. Спасибо и вам за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова